Всем привет! Сегодня приготовим необычную мясную закуску на новогодний стол. Это армянская кюфта. Мясные шары с луком, отварные в воде. Подается в горячем виде со сливочным маслом. Очень полезно и вкусно. Для приготовления кюфты я беру куриную грудку и готовый говяжий фарш. Список необходимых ингредиентов, а также их количество, вы, как всегда, найдете в описании под видео. Для приготовления данного блюда нам необходимо очень хорошо измельчить и взбить мясо. Мясо должно быть кремообразной консистенции, очень нежное и гладкое. Это можно сделать дома, благодаря кухонным помощникам. Для начала я хорошо измельчаю мясо в чаше блендера. У меня получилось 600 граммов хорошо измельченного мяса. Фарш должен быть такой, как на сосиски, на колбасы. Сюда добавляю соль по вкусу, чуть больше пол чайной ложки. Черный молотый перец. Разбиваю одно яйцо. Можно добавить немного воды при необходимости. Далее эту массу необходимо очень хорошо взбить погружным блендером. Можно, конечно, попробовать сделать это руками, но это очень трудоемкий процесс. Мясо должно получиться гладким, вязким, по консистенции, как крем. Затем к подготовленному фаршу добавляем одну крупную луковицу, мелко нарезанную, и хорошо все перемешиваем. Фарш для кюфты готов. Он должен получиться гладким, липким, вот таким очень нежным. Если фарш будет плохо взбит или измельчен, то кюфта может развалиться в воде, потому что дальше мы ее будем варить. С помощью ложки я разделяю фарш визуально на три равные части. Хорошо смачиваю руки в воде, это обязательно. Фарш очень липкий, сухими руками слепить колобки не получится. И делаем вот такие три одинаковых колобочка круглой формы, размером примерно с кулак. Я просто для вас показываю, леплю, выкладываю на доску. На самом деле колобки сразу можно лепить и выкладывать уже в воду. Можно не лепить кюфту руками, а просто взять пиалу подходящего размера, смочить ее водой, в нее положить фарш, примять, округлить. И вот будет готовая кюфта. И уже из пиалы выкладывать прямо в кастрюлю с водой. Далее все просто. В казан наливаем воду, подсаливаем по вкусу. У меня воды где-то 3 литра, казан на 4 литра. Обратите внимание, что вода не бурлит сильно. Вода только лишь слегка закипала. И в этот момент нужно погрузить кюфту в воду. Затем выставить сильный огонь. Можно слегка прикрыть крышкой, чтобы быстрее начало закипать. Как только образуется белая пена сверху, пенку убираем. Доводим до кипения и будем варить кюфту на умеренном огне при среднем кипении, при наполовину закрытой крышке 30-40 минут. Я варила свою 30 минут. Затем готовую кюфту извлекаем из казана с помощью шумовки. Сразу же в горячем виде ее нужно нарезать, разложить на блюдо и сверху положить сливочное масло. Именно так ее подают в горячем виде со сливочным маслом. Кушать ее можно с овощами, с зеленью, с лавашом или же просто так. Я нарезаю все шарики сразу. Часть можно съесть, а то, что останется, оставить в холодильник. На следующий день просто обжарить мясные шайбочки на сливочном масле. И это будет очень вкусно. Можно также употреблять с хлебом, на завтрак, с лавашом, зеленью или овощами. Попробуйте обязательно приготовить. Это очень вкусная мясная закуска, абсолютно полезная и натуральная. Только мясо, лук, яйцо, соль, перец. Аромат, вкус потрясающий. Воздушная консистенция, очень замечательное блюдо. Спасибо, что остаетесь со мной, смотрите мои видео. Благодарю за вашу поддержку, лайки и комментарии. Желаю вам приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Всех наступающими праздниками и до новых вкусных встреч!